Смотри, как они электризуются. Смотри, что это вообще такое, а? Я же смотрю. Тут место такое. Слушай, а здесь, наверное, много проводов проходит. Именно с той стороны так происходит. Смотри, как они электризовались. Я каждый раз, так как я тружусь за Макбук, я всё время касаюсь перил. Чтобы статью, вы знаете. Да, они заземлены. А, смотри. Мы закупились покупочками, теперь сидим в Бартвайн, рекоменшин-планское. Сзади ёлочка стоит. Мы должны были в Москву лететь на самолёте. Короче, мы решили не лететь на самолёте, поехать на поезде в СВ. Хотя билет мы уже купили ранее на самолёте. Ну, забьём на них. Да? Да. Даже не будем пытаться возвращать деньги. Так. Пока шампанцы. Нет. Игристое вино. Так. В Украине нет шампанского. Есть игристое вино. Мы пришли домой. Я зашла ещё в несколько магазинов. Накупила разное. В магазинах складывала сумки в те пакеты, которые уже до этого купила. В общем, еле дошли домой. Хотела влог для вас снять, но так устали. Сейчас охота в душ сходить и отдыхать. Так что, может быть, завтра какой-нибудь влог сниму. Та-дам! Покупочки. Всё, теперь можно отдыхать. Люди, смотрите, какое солнце сегодня яркое. Слушайте, как же это клёво, когда кухня совмещена с залом. Студия. Да, в общем, квартира-студия. Я уже поняла, это мой любимый вариант квартиры. Но спальня должна быть отдельно, к сожалению. Спальня, конечно, должна быть отдельно. Потому что спальня – это спальня. И вы посмотрите, как освещено здесь. Я даже не представляю, как здесь должно быть классно летом находиться, когда солнечный день намного дольше длится, чем зимой. А ещё мне в этой квартире нравится то, что здесь много зеркал, в которые я могу так подходить и бесконечно смотреть. И в спальне тоже большой шкаф. Там три секции зеркал. Вся стена. Вся стена, да. Получается, реально, вся стена. И мега крутая ванная в этой квартире. Она, конечно, маленькая, но, боже, раковина стеклянная. Тебе стиль понравился? Да, обалденный стиль. Представьте, вот эта чаша вынимается. Господи, я такого никогда не видела. Обалденный стиль. В смысле вынимается? Единственное... В смысле она отдельная? Она отдельная, да. Никогда не видела таких раковин. Единственное, я переживала из-за того, что она будет быстро пачкаться из-за воды. Не, вроде нормально. Клёво. Душевая кабинка здесь. Мила, извини, если я плохо снимаю, так как я не вижу, что снимаю. Ничего, спасибо за то, что помогаешь. Здесь душевая кабинка с двумя смесителями. Один смеситель... Давай я покажу. Один смеситель большой, другой поменьше. Также здесь есть дополнительная подсветка. Так что стандартно. Да. Мне понравилась эта стиральная машина, потому что она маленькая. А у нас дома всегда бывает большая стиральная машина. И в каждой квартире обычно большая. Да, и в каждой квартире обычно большая стиральная машина. Я думала о том, что маленькая и неудобно, потому что в неё помещается мало вещей. Но за это путешествие в Киев я выяснила для себя, что мне нужна именно такая. Вот эта машинка, она 4 килограмма. Мне нужна такая, потому что я стираю одежду очень часто. И её обычно бывает мало. Ну, они много. Да. Ну, примерно каждые 2 дня я стираю. Вот. Поэтому мне неудобно держать большую стиральную машину. Так что я решила, что у нас в своём доме будет вот такая маленькая стиральная машина. Здесь прикольно вечером проводить время. Обычно я сижу на кресле, автор сидит на диване. Мы смотрим передачи на ТВ. Мило смотрят Discovery, National Geographic. И National Geographic. Ну, иногда мы слушаем музыку. Это бывает реже. Только украинские. Так. Здесь ещё есть дополнительная подсветка. Оставь. Здесь реально приятно проводить время. И проводишь время. Тебе эта квартира, в общем, понравилась? Классная квартира. Лучшая из всех? Да. На данный момент это лучшее из всех. Мне нравилась квартира на Хрящатике. Вы, наверное, помните, та с красной мебелью. Там ещё был пол в ванной с подогревом. Но там был вид из окна никакой. Вовнутрь не дворик. А здесь часть моего времени проходит вот так вот. Господи, Артур, больше Каен поехал. О, Господи, второй Каен, Панамера. О, нет, это Гелендваген. И вот так вот весь месяц. Долго-долго. Поправлю. Ты про Каен и не говоришь. Поправлю тебя. Ты про Каен и вообще не говоришь. Я в начале говорила. Потом Каены, это уже не круто. Гелендваген. Ну, я обычно Геликами их называю Гелик. Артур, Гелик. Ну, и тут куча. А, Тесла, ничего себе. Уточни, в смысле новая модель Гелендвагена. Новая модель Гелендвагена. А сколько Ролл-Серойсов, Бентли. Господи, всех этих автомобилей не перечислили. Знаете, там уже всякие такие машины, типа, а, Мини Купер. Мини Купер поехал. Их тут столько. Господи, просто нереально много. А сколько электромобилей ты тут увидела? А вот это меня удивило. В Киеве огромное количество электромобилей. Просто нереально много. Звучит странно, но в Москве мы не видели вообще их. Ни одной Теслы, ни одной BMW i. Нет. Вообще? Нет. А, вот здесь, кстати, я первый раз BMW i... i8 что ли? Какая-то? Не помню. Короче, я первый раз их в Киеве увидела в прошлом году. Ну, а Тесла? А все остальные? Точно так же. И зарядные станции. Я для себя прям новый мир открываю. Да, зарядные станции тоже в первый раз увидела в Киеве. Представьте себе. В общем, ты целыми днями стоишь у этого окна и смотришь на автомобиле на бульваре. Так. Очень интересное занятие. Окно выглядит ужасно грязным. Знаю. Я не представляю, как его чистят. Вот это можно почистить. А как до того дотянулось-то со швабочкой? А это уже тоже загрязнилось. Да, видно. При солнце видно. Сегодня уже много машин в Киеве. О, точно. Мы вам дали поговорить о том, что мы практически не видим автомобиля. Откроем. Будто бы людей здесь вообще нет. Вот теперь даже во дворах стоят автомобили. Вот там, не знаю, видно. Я до этого не успела сказать. И там тоже все заполнено. Как будто бы люди вернулись. С каникул рождественских. С Евросоюза, наверное. Ну, чтоб все прям. Ну, вообще-то, если верить новостям, то 10 процентов... Нет, и 10. Ты хотела сказать статистики. 10 миллионов... Да, если верить статистики. А сказала новостям. Новостям верить нельзя. А статистики больше? Если верить статистики, то 10 миллионов украинцев получили заграничные паспорта. Новые. Новые. А значит, не просто так. Да. Огромное спасибо тем людям, которые покупают себе смарты маленькие. Боже, я даже не злюсь на вас, когда вы паркуетесь. На тротуаре. На тротуаре. Ага. Ты проходишь так... Боже, да смарт, ну, почти с это кресло размером. Ты просто проходишь и умиляешься. О, Боже, какой маленький автомобиль. Я тоже себе хочу смартик. А все другие, кто на обычном автомобиле паркуются на тротуаре, тот урод. Ненавижу просто. Вот столечко места оставляют между зданием и автомобилем. И ты вот там протискиваешься. Особенно, если идешь с пакетами, ну, вообще, это кошмар. В любом случае, просто они уроды. Да. А тем, кто едет на смартах, громаднейшее спасибо еще раз. Да. Реально и настроение тоже поднимается. Вид у него прикольный. Да. Пойдемте, я вам покажу спальню. Только я еще там не убрала, потому что Артур только что проснулся. И плюс у нас идут сборы к уезду. Здесь огроменный шкаф, как мы до этого говорили, на всю стену зеркало. Здесь за дверью не видно, тоже зеркало. И знаете, самое классное в этой комнате было то, чем я думала, мы будем пользоваться, но мы ни разу это так и не сделали. Здесь стекло на всю стену, вот это поло. Панорама. Панорама, да. Но мы так ни разу не отодвинули жалюзи. Да, так как это спальня. Вот если бы это было в зале, было бы шикарно. Тогда было бы по-другому. А тут не нужно. Так, ну, спальня. Две тумбочки, кровать, картина, тебе панель, столик. Вот такая прикольная штука, я не знаю, что это, но выглядит прикольно. Кровать королевская, потому что на другой Артур не помещается. В смысле, кинг? Кинг. А что ты королевская назвала? Знаешь, послушала, вот ненавижу в русском переводе слушать передачи, запоминаются эти дебильные слова. В американский говорят правильно, кинг сайз. В российском варианте... Кинг и Куин. Да, кинг и Куин в российском варианте королевская. Да, и оба королевские получают. Ну, Куин-то тоже королевская, но и запомнила. Вот видишь, нельзя слушать в неправильном переводе. Вещи лежат. Мои вещи лежат, да. Сейчас бардак, потому что собираемся. Всегда вот это время перед уездом, оно такое сложное, потому что ты боишься что-то забыть. А еще уезжать не хочется? Ну, конечно, уезжать не хочется. Да, была бы моя воля, я бы осталась здесь бы еще. Надолго-долго-долго. Год. Год. Год, да. Но по документам не могу пока. Ладно, пойдем собираться дальше. Ой. Люди, признавайтесь, кто еще любит Мини и Микки Маусы, так как люблю их я. Смотрите, сколько всего накупила. Это часть вчерашних покупочек. Значит, девчонки, я себе купила пижаму с Микки Маусами. Тут Мини. Здесь Мики. Здесь такая смущенная, миленькая Мини. Этот наборчик из Хаус. Вот эта футболочка со смеющейся Мини тоже из Хаус. А вот эту пижамку с такими же штанишками, как у меня, но уже с другой кофточкой, я купила в подарок. Здесь такая Мини, которую, ну, как я понимаю, это ее так в первый раз нарисовали. А потом она уже стала вот такой в Диснее. До этого была такой более серьезной. Так, и вот этот пакетик тоже на подарочек. Это сумочка. Вот эти все вещи с Микки Маусами из Хаус. А тапочки из Women's Secret. Они такие прикольные, будто ты на воздушной подушке идешь. Вчера их померила, снимать не захотелось. Еще купила наушнички, это тоже в подарок, из натурального меха. Наушнички из... Я не знаю, как это читается, наверное, A-Shop.ua. Не уверена вот в прочитании первого. И еще купила вот такую кофточку из мохито. Это как бы будто бы блузка одета, а на нее сверху свитер. И блузка вот так вот выглядывается под низу. Сейчас попытаюсь ее приложить к себе. Показать. Так, чтобы не мерить. Ну, в общем, понятно. Такая длинная рукава. Рукава длинная. А вот эта мега крутая пижама я купила для Артур. Вы только посмотрите, какой здесь рождественский лось. Он такой клевый. И мы будем, получается, в одинаковых пижамках. Так, у меня вот такая кофточка я в прошлом году купила. Вот здесь такой олень классный. И тоже шарики новогодние. И надпись рождественская. Классно. А у Артура теперь будет вот такая. Только у Артура штаны будут синие. А у меня в клеточку. Так прикольно, боже. А, и, кстати, у Артура точно такие же очки. Я сейчас покажу. Вот, смотрите, они же точно такие же. Так прикольно. Жалко, что Рождество закончилось. Надо было раньше купить такую пижаму. Были бы вместе в таких пижамах на Новый год. И свитер, смотрите, какой вязанный, прикольный. Кстати, пижама вот такого бренда. Я всегда это название читаю, как Ямамэй. Артур же всегда читает, как два слова. Я Мамай. Кто знает, как это правильно читается? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, потому что очень интересно. А на пакете вообще вот так вот стилизовано. Смотрите, средняя буковка A выделена, и получается будто бы Ямэй. У меня на самом деле это постоянная проблема. Не знаю, как читается название брендов, потому что от правил чтения это вообще не зависит. Это зависит от того, как захотел сам тот, кто создал этот бренд. Что он вкладывал в этот смысл. Так, в общем, правильно читать, насколько я знаю. Тапочки снизу прорезиненные на подошве. Здесь еще такой помпончик. Не знаю, помпончик, наверное, будет мешать. Все остальное супер. Мы уже через два дня уезжаем, к сожалению, поэтому сейчас занимаемся сбором вещей. Подготавливаемся так, чтобы ничего не забыть. Еще нужно всякое купить с собой. Дорогу и домой. В общем, собираемся. Вы только посмотрите на это солнышко. Как же оно все освещает. Спасибо тебе, солнышко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вчера в Макдональдзе была смешная ситуация. Мы уже с Артером сделали заказ, ждали, пока приготовят. Рядом стояла женщина, которая тоже себе что-то покупала. Она уже заказала, по-моему, бургер какой-то, и ей нужен был соус картошки. Парень у нее на украинском спрашивает. А парни разговаривали, принимающий заказ парни, разговаривали украинскую. Так, а она говорила на русском. Я бы россиянка. По-моему, она вообще не понимает украинский. Вообще. Парень у нее спрашивает, який вам соус украинский? Е-украинский? А, е-украинский, або майонез. И майонез, он прям так по-русски прям так майонез. Она стояла, ну так слегка поломалась. Майонез. Короче, как мы с Артером поняли, она вообще ничего не понимает. Одну еще, видимо, аллергия на украинский. Там еще потом смешная ситуация с ней же была. Да, всякая. А мы берем украинский соус. О, кстати, вчера в ресторане Артур разозлился на официанта, потому что Артур разговаривал украинской с ним, а он отвечал на русском. Артур на чай всего 5 гривен ему оставил. Потом была другая. Сначала был парень, потом была девушка-официантка. Я к ней обратился в украинскую, а она мне также ответила российский. Да. Артур, это всегда очень бесит прям. Даже не если это бесит. Во-первых, я нахожусь в Украине. Поэтому я предполагаю, что в Украине должны все говорить украинскую. Как в Бразилии на бразильском США, на американском. Ну да, как бы приезжаешь во Францию, не ожидаешь того, что там с тобой будут на русском говорить, а не на французском. Вот. Это во-первых. Во-вторых, просто культура. Правила приличия. Он официант, он меня обслуживает. А может мне неудобно? А что если я вообще не знаю российский? Так, согласна. Если, предположим, я бы говорил на английском, и мне бы тогда отвечали так же на русском. Это же неправильно. Конечно, неправильно. Хотя я часто вижу такое. Люди прям, кажется, специально отказываются говорить английским. А, я такое периодически тоже вижу. Это так странно, люди так неправы. Согласна. А я замечаю... Ничего. Мне часто бывает сложно на украинском сказать, когда я там делаю какой-то заказ, потому что я еще многих слов не знаю. Мила обычно отвечает простыми фразами украинскую. Какие-то отдельные слова. Ругородит, например. Вот, и я замечаю то, что когда я желаю, например, говорю так. Дуже дякую, харного вам вечера, добобаченья. Люди так прям начинают улыбаться. Приятно, потому что до этого я говорила на русском, а в итоге как бы украинский. Прощаюсь там или приветствую. Мне тоже приятно. Потому что, ну, как бы не смеются над моим произношением. А то я еще... Спасибо. Но я еще стесняюсь говорить. Пока еще нет. Раньше у тебя смешно получалось. Да. А теперь ты знаешь уже, как произносить. Да. Конечно, когда живешь в стране, то легче выучить местный язык, чем вот так вот за кордоном пытаться учить. Я Милу обучал украинской лет 6? 7. 7? Угу. Лет 7. Мила никак не могла понять. А уже когда приехали в Киев, вот в первый раз, прям, ну, слова, они сами собой запоминаются. Ну, ты не можешь их не запомнить. Ты идешь по улице, видишь вывески все эти, плюс люди разговаривают, проходя мимо тебя. Уже даже, само собой, как-то начинают... Слова заменять. Да, я даже часто, теперь уже бывает, не могу вспомнить, как это слово на русском будет. Уже, само собой, на украинском запомнилось. Без сторони. Это такое странное чувство. Вот поэтому я не приемлю людей, которые, находясь в другой стране, говорят на своем языке, тем более, если они живут там. По-моему, это показатель идиотизма. Согласна, потому что все-таки нужно, если ты решаешь переехать куда-либо, неважно, хоть в Африку, должен перенять местную культуру, местный язык. Без этого вообще никак. Я русский язык обожаю, точнее, я русскую речь. Я люблю ее, она мне родная. Но не в Украине на ней разговаривать. Не в Украине, не в других странах Евросоюза, США. Это ненормально, в каждой стране нужно говорить на местные языки. А я с тобой согласна полностью. И поэтому я обучаю местные языки как-то. А мне бы так хотелось португальский выучить. Это сейчас было не в тему, просто о своих мечтах. Мне так нравится, как звучат песни на португальском. Да. Такое отвлечение. Немножко информации обо мне. Да, вот вы просили, расскажите немножко о себе. Пожалуйста, люди, я мечтаю выучить португальский язык. И что ты для этого сделала? Слушай, песню на португальском. Так. Артур всегда, когда я говорю что-то, я что-то хочу, он меня всегда спрашивает, что ты для этого сделала? Мне так сразу стыдно становится. Ммм, все, я ушла. Ладно, а мы сейчас собираемся, пойдем, наверное, где-то поедим, погуляем. Нам еще нужно некоторые покупочки совершить. Так что еще увидимся. Там внизу сейчас можно сфотографироваться в украинских народных костюмах для свят. Смотрите, как прикольно. Классно выглядит. В Москве я буду очень скучать по украинской каве. Думаю, у Артура тоже. Как сами? У Артура кава с двумя сиропами. Какие у тебя сиропы? Айриш. Айриш, да. А я сейчас попробую миндальный орех. Точнее, сироп миндальный орех. Обычно брала лесной орех, а этот будет миндальный. Реально буду скучать. Реально буду скучать.